Доброго времени суток, дорогие друзья! Прибыл очередной пакетик, на этот раз, конечно, не из Китая, а сайта Amazon, поскольку с Алиэкспресса я решил не заказывать, чтобы не ждать подолгу, решил немножечко переплатить и заказать с сайта Amazon, и получил свою посылку в течение трех дней. Это у нас TV-бокс от компании Xiaomi, то есть Xiaomi Mi Box S. Приступим к распаковке. Да, для начала мы ее распакуем, а потом посмотрим, как же это все работает. То есть здесь нас сразу же встречает играй гармонь, то есть мануал, как ее подключать и тому подобное. Да, надеюсь, как бы с таким как бы простым... С этим всем можно справиться самому, да? Русские этим всем не пользуются. Так, все. Да, я посмотрел, конечно, небольшой обзор на нее перед тем, как брать, и я думал, что она будет немножечко больше, потому что, честно говоря, вот даже сейчас, смотря в камеру, она кажется немножечко больше. То есть я даже смотрю, когда в камеру. А в руке она ощущается, то есть, ну, наяву она еще меньше. То есть как, ну, как какой-то маленький квадратненький телефончик. То есть вот, можно прям взять. И это, скажем, плюс для такого миниатюрного устройства. И это как бы, да, прям, это же целая прям мультимедийная платформа. И, да, дальше увидите, как это все работает. Если честно, я раньше даже думал, что эти ТВ-боксы... Так, дальше у нас комплектация. Что они как ТВ-ресиверы, что, в принципе, как бы зачем вообще париться их покупать. Оказывается, что это как смарт-функция, да? Извините меня, деревенщину. Ну, если вы не знали, то знайте, что это вот такая вот, скажем, классная штука. Можете даже при желании, можно даже старый какой-нибудь ламповый телек подключить через HDMI. Есть такие переходники HDMI на тюльпаны. То есть если у вас какой-нибудь старый, не LCD-шный телевизор, а простой. Ну, как бы рассчитан на LCD-шный. Но и можно заморочиться и такой сделать, да? То есть из вашего старого древнего ящика, который уже ничего не стоит, можете сделать при желании смарт-ТВ при наличии стабильного Wi-Fi соединения. Так, это у нас блочок такой, европейский, между прочим, да? Потому что это европейская версия, вроде как глобальная. Так, это у нас HDMI-провод, да? Как бы застрять на нем внимания не будем, да? С лейблами Xiaomi. И, ну, как бы аскетично, в принципе, так, пультик наш, да? В принципе, там ничего, ничего сверхъестественно быть не должно. Сам TV-бокс и пультик. Плюс в нем, в этом пульте, то, что можно регулировать громкость. Прям с пульта. Это очень большой плюс, поскольку сам пульт, как бы, уже тогда не нужен. Сам пульт от, как его, от телевизора. Только включилось, все, я можешь его где-нибудь забыть, потерять, я не знаю. Так, это у нас батарейки 3А+. Они у меня есть в наличии, да? То есть имейте в виду, то есть вставляется все без батареек. Ну, как и любые другие электроприборы, как бы, ничего нового. И, ой, извините. И, как бы, да, как бы все. Больше у нас ничего быть и не должно. Ну, вот, скажем так, вот такой вот у нас первый взгляд был. Макулатуру мы уберем. В коробку фантики все сложим. И уберем подальше. Плюс в чем? В его миниатюрности. То есть можно его куда-нибудь пришпандорить при желании. Не знаю, на двойной скотч. За телевизор. И все, как бы, у вас смарт-тв. Причем, как бы, он даже лучше, чем смарт-тв. Поскольку там можно всякие хитрые штучки устанавливать. В отличие от смарт-тв. Да. Так что, всем спасибо за просмотр. И, да, желаю вам всего хорошего. До свидания.